Райда! Гоу! Райда! Кик! Каменрайда! 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 Всем привет! Говорит и показывает Москва, с вами Андрей. И сегодня вашему вниманию я представляю свою коллекцию Каменрайдеров, виниловых фигурок от компании Бандай. Данные фигурки выпущены по сериалам эпохи Сёва, выполнены, как я уже сказал, в виниле. И продавались где-то в конце 80-х, начале 90-х годов. Произведение фигурки в Японии. Недавно разговаривал с Николаем, это мой друг коллекционер, коллекционер трансформеров Кайдзю, а также Каменрайдеров. И в процессе разговора я вспомнил о своей коллекции Кайдзю, а также то, что у меня был набор этих Каменрайдеров. И, к счастью, я думал, что уже не смогу найти эти фигурки, но, тем не менее, обнаружил эту коллекцию, она могла уже пропасть. Но, тем не менее, нет хода без добра. Вот, вспомнил про эту коллекцию. Ну, что можно сказать. Это основная линия от компании Бандай по этим фигуркам. Непосредственно начался сериал Каменрайдер в 1971 году. И тогда компания Бандай выпускала фигурки порядка 30 сантиметров, тоже в виниле, фигурки могли разговаривать. Ну, и сейчас эти экземпляры стоят очень дорого. Непосредственно вот этот вариант более бюджетный, выполнялся в двух видах, порядка 6 дюймов. И где-то 3-4 дюймов получается, поменьше фигурки, которые повторяют большие фигурки, только, соответственно, в маленьком формате. Ну, и, соответственно, ценовая категория была тоже разная. Маленькие фигурки выпускались в облаковках по несколько героев. Непосредственно Каменрайдер и его противники, антагонисты, так сказать. А вот фигурки побольше, 6-дюймовые, они выпускались в отдельных коробочках. Хотя некоторые сеты были тоже по несколько героев. Вот. Ну, как сказать. Я, конечно, слышал, что такое Каменрайдер, знал такого персонажа, но глубоко не углублялся в эту тему. И вот Николай меня просветил немножко в этом деле. То есть там именно несколько сериалов было, франшиза жива до сих пор, то есть Каменрайдер и в 2021 году снимается. Естественно, все Каменрайдеры это разные персонажи в данном случае. То есть самый первый Каменрайдер, который представлен здесь, он погибает в конце сериала. Потом второй Каменрайдер и так далее по списку. Несколько слов о персонаже. То есть это такой типичный супергерой Японии 70-х. То есть, ну, в принципе, как-то повторяющий супергерой в 60-х Америке, да. Это такой мужик в обтекающем костюме и рассекающий на ижаке в таком шлеме, вычурном. Но, тем не менее, во всех этих вот фигурках присутствует такой специфический японский колорит. Ну, а что за супергерой это, да, то есть это образ непосредственно кузнечика. Так как вот эта вот злая организация, да, антагонист, так сказать, она делала из людей киборгов, наделяла их суперспособностями, соответственно, а потом стирала им мозг, чтобы они могли послужить этой организации на пользу. Но Кэменрайдеру непосредственно мозги затереть не успели, и он переметнулся на сторону добра, так сказать. Это общая концепция сериала. Ну, в дальнейшем, соответственно, какие-то сериалы продолжали, как я понял, основную линию первого сериала, да. Потом некоторые вселенные уже как самостоятельные в сериалах развивались, где-то были пересечения, ну и так далее. Поэтому героев много, и разобраться, кто есть кто, это, конечно, нужно время. Соответственно, вот Николай мне помог, он быстрее все идентифицировал, сказал, кого как зовут. Сейчас мы на фигурике посмотрим по очереди более подробно. Ну, соответственно, познакомимся с ними поближе. Кэменрайдер Ичиджо! Родорайдер! Кэменрайдер Сутронго! Кэменрайдер Сутронго! Кэменрайдер Сутронго! Кэменрайдер Висан! Кэменрайдер Бурэку Альццо! Кэменрайдер Сутронго! Кэменрайдер Сутронго! Shadow Moon Kamen Rider Bureku Suka Rider Kamen Rider Z-Drixo Kamen Rider G 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 Камин Райдер Супер Ван Камин Райдер Иксу Пу-ре-до-у-у-у Как же хотел сказать немножко об артикуляции фигурок, ну она здесь самая основная Значит, фигурка выполнена из винила, да, руки 360 и есть поворот в талии. Только потому, что фигурка двухсуставная, да, она так разъединяется, две формочки и всё. То есть, просто вот такая основная артикуляция, самая простая. То есть, грубо говоря, фигурка схематически отображает самого персонажа. Ну, в заключение, что хочу сказать. Конечно, коллекция очень специфическая. Сейчас выпущены более современные фигурки с лучшей артикуляцией. Навряд ли кто-то захочет приобретать там вот эти старые фигурки, да, потому что фигурки стоят порядка 30-200 долларов, да, в зависимости от редкости, от состояния в упаковке или не в упаковке. Вот, поэтому нормальный вариант, на мой взгляд, вот, посмотреть, чтобы лот был сразу несколько фигур. Бывает, их продаёт целыми кучами. И, в принципе, повреждения достаточно приемлемые. Всегда можно фигурки подкрасть, отреставрировать и зато получить целую коллекцию. То есть, общее представление об этом персонаже, о всей франшизе, по разным сериалам, сразу целую коллекцию можно привести. Ну, хотя, если кому-то нужны целые фигурки, не тронутые, так сказать, в хорошем состоянии, то, в принципе, это где-то ценовая категория какой-нибудь фигурки NEC. Можно, в принципе, и в хорошем состоянии, и в коробочках покупать. На что я хочу также обратить внимание. Так как я покупал коллекцию бэушных фигурок, зато сразу большим лотом, их тут по разным частям этой франшизы полно. На что нужно обратить внимание. Ну, во-первых, обращайте внимание на покрасы фигурок. Конечно же, если они уже использовались, дети могли там их царапать. То есть, на многих краска там отсутствует местами. Это все, конечно, легко правится. Но самое главное, вот именно у этой линейки игрушек от Bandai со временем винил, он тердеет. И вот эти вот тонкие места, да, вот слабые у этих фигурок, это эти рожки, да, у Каменрайдера. Они, соответственно, при падении на пол, да, если ударяются головой, то вот эти рожки, они скалываются. Вот, к примеру, вот у этого экземпляра, да, я, соответственно, восстанавливал рожки. Ну, правится достаточно легко, тут сверлиться микросверлышком отверстие, дальше скрепочка и восстанавливается фотополимером. Вот, под покраску. Ну, в принципе, как сказать, я вот думаю, если восстанавливать эти фигурки, если придерживаться азиатского, так сказать, стиля, то хочется, конечно, все полностью покрасить, придать такой свежий вид, так сказать, фигурке. Но, если западный стиль коллекционирования, то есть, когда вот сохраняются все любые повреждения на фигурке, да, вот, чтобы этот налет времени был виден, то, в принципе, я вот пока не решил красить, поэтому, наверное, оставлю так, как есть эти фигурочки. Плюс, на некоторые бывают подписаны ребенком, они там иероглифами, классно это выглядит. Но, тем не менее, тут повреждение, минимальное повреждение наносил, вот, просверлил там дырочки, они незаметные практически. Вот эти рожки решил все-таки восстановить, для полноты картины, так сказать. Всем спасибо за просмотр, всем пока.